Добрый день, глубоко уважаемый Игорь Викторович, глубоко уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Позвольте, пожалуйста, представить вашему вниманию доклад на тему висцерации таза при местно распространенном раке шейки матки, выполненном в Ленинградском областном клиническом экологическом диспансере имени Ластоделовича Романа. Эпидемиологические показатели больных раком шейки матки на сегодняшний день, к сожалению, являются неблагополучными. Более 500 тысяч ежегодно диагностируются в различных стадиях заболевания, и более чем половине случаев рак шейки матки является причиной смерти. 40% первые выявленных больных обращаются в специализированные учреждения в третьей-четвертой стадии заболевания. Основная доля больных раком шейки матки в нашем регионе, как и во всем мире, это местно распространенные заболевания. Важно, что до 40% пациентов в различные сроки после радикального лечения у них развиваются уместные рецидивы. Показатели выживаемости этих пациентов на сегодняшний день невысоки. Ведущим методом лечения местно распространенного рака шейки матки считается химиолучевая терапия. В течение 1,5-2 лет после данного вида лечения развиваются рецидивы. Риск рецидивов напрямую коррелирует со стадией заболевания и варьирует при 1-й стадии от 10% до 74% при 4-й стадии. Существенным ограничением лучевого лечения являются гнононекротические осложнения со стороны опухоли и дозовая исчерпанность. Поэтому поиск методов лечения данной патологии является актуальным. Относительно редкое метастазирование, особенно плоскоклеточный карцином, распространение опухоли на смежные органы побудило хирургов к разработке ультрарадикальной операции эвесцирации малого таза. Эвесцирация является нереализованным и, возможно, единственным резервом в лечении больных местно распространенным раком шейки матки. Впервые эвесцирацию таза по поводу рецидивного рака шейки матки выполнил нью-йоркский гинеколог Александр Браншвик и опубликовал свои данные в журнале «Канцер» в 1948 году. Операция носила палеотивный характер и была направлена на устранение патологических симптомов распространенной опухоли малого таза. Оригинальная методика включала экстрафасциальное удаление единым блоком матки, мочевого пузыря и прямой кишки, формирование концевой колостомы и имплантацию обоих мочесточников в толстую кишку. Варианты тазовых эвесцираций можно подразделить на три типа. Классификацию эту предложил еще Александр Браншвик. Передняя эвесцирация. К стандартному объему добавляется удаление мочевого пузыря, уретры и влагалища. Задняя эвесцирация, соответственно, при инвазии в кишку. Объем операции расширяется за счет удаления сегмента прямой кишки и влагалища. И тотальная эвесцирация при инвазии в мочевой пузырь и прямую кишку. Удаляются мочевой пузырь, уретры, прямая кишка и влагалище. Также эвесцирация таза в зависимости от объема хирургического вмешательства можно разделить на три типа. По отношению к тазовому дну. Это супралеваторные с сохранением леваторов, инфралеваторные и так называемые расширенные инфралеваторные с вульвектомией. Нужно отметить, что если выполняются при этом резекции R0, то увеличение объема операции никак не сказывается на отдаленных результатах выживаемости. Что было продемонстрировано Магрином, который опубликовал свои данные с авторами в статье еще в 1996 году. И отметил, что нет никакой корреляции между типом выполненной эвесцирации с общей выживаемостью. В течение длительного времени инвазия в анатомические структуры боковых стенок таза являлась противопоказанием для хирургического лечения ввиду сложности определения краев резекции опухоли. В 2012 году профессор Хёкель с авторами продемонстрировали возможность выполнения расширения латеральных границ резекции при распространении рецидива соответственно на стенке таза. Резекция латеральных границ подразумевает расширение объема операции за счет резекции мышц таза, внутренних подвздошных сосудов и пояснично-крестцового нервного сплетения. Коллективом авторов были проанализированы результаты 91 пациентки, которым выполнена резекция латеральных стенок таза и пятилетняя выживаемость составила 60%. Немаловажным при эвесцирациях малого таза является выбор варианта реконструкции мочевыводящих путей. Данный выбор зависит от анатомических особенностей пациентки, объема предшествующей лучевой терапии и предпочтений хирурга. Техника уротерокутаноустамии на сегодняшний день самая простая, однако она считается уже устаревшей ввиду тяжелых осложнений, связанных с инфицированием мочевыводящих путей и вследствие этого низкого качества жизни. В настоящее время она применима только у ослабленных пациентов и зачастую подразумевает отсроченное реконструктивное вмешательство. В нашей практике мы применяем либо методику уротерокутаноустамии, либо интероперационное клипирование мочеточников с последующим формированием малоинвазивных перкутанных нефростом под контролем УЗИ. Методика формирования гетеротопического резервуара в модификации Miami Pouch. В нашей клинике чаще мы применяли модификацию Minds Pouch 2, которая продемонстрирована на данном слайде. Формирование гетеротопического мочевого пузыря из детуболеризированной петли подвздошной кишки по методу Штудер чаще применяется в урологической практике. При местно распространенном раке шейки матки более редкий вариант или практически не используется, так как после данной методики наблюдается увеличение количества рецидивов или прогрессирования опухоли. Чаще всего применяется модификация брикера, когда оба мочеточника анастомозируют с фрагментом подвздошной кишки и дистальный конец кишки выводят на переднюю брюшную стенку. По результатам публикаций по поводу тазовых эвесцираций при местно распространенном раке шейки матки с 1965 года до 2019 замечено снижение послеоперационной летальности с 17 до 0% и снижение послеоперационных осложнений с 57 до 20%. С 2007 года по 2020 год в Ленинградском областном клиническом онкологическом диспансере оперировано 150 пациентов местно распространенным раком шейки матки в объеме эвесцирации малого таза. Показаниями к эвесцирации малого таза явились местно распространенные первичные рецидивные опухоли шейки при наличии противопоказаний к химио-лучевой терапии. Критерии возможности выполнения операции на сегодняшний день несколько пересмотрены. Все пациенты перед операцией были обследованы в объеме компьютерной томографии грудной клетки брюшной полости и МРТ малого таза с целью оценки отдаленного метастазирования и распространения на стенки таза. Распространение опухоли на латеральной стенке таза ранее являлось противопоказанием для тазовых эвесцираций, однако на сегодняшний день может быть рассмотрен вопрос о выполнении расширенной латеральной резекции стенки таза с протезированием наружных подвздошных сосудов. И также у нас была небольшая группа больных, у которых эвесцирации таза выполнялись по жизненным показаниям. Это пациенты с опухолевым некрозом, с последующим формированием свящей и кровотечением при отсутствии возможности эмболизации сосудов. На данном слайде представлено распределение больных местно распространенным раком шейки матки по стадиям. Пациенты 2-й Б стадии с рецидивами опухоли после комбинированного лечения, 32 больных прооперированы. 3-я Б стадия 9 первичных пациентов и 57 с рецидивами опухоли после сочетной лочевой терапии и химиотерапии. И пациенты 4-й А стадии заболевания первичных 47 и 5 пациентов с продолженным опухолевым ростом после нескольких циклов химиотерапии. У 56 первичных пациентов с 4-й А стадии заболевания из 56 прооперированы 47 больных, которые имели осложнения в виде гидроуретеронефрозов и мочепузырно-влагалищных и кишечно-влагалищных свящей. Более половины пациентов с гидроуретеронефрозами пациентом были выполнены через кожные пункционные нефростомы в связи с нарастающей почечной недостаточностью. И 9 больных 3-й Б стадии заболевания имели распад опухоли с формированием тазового абсцесса и с последующим профузным кровотечением. Пациенты с рецидивами 94 больных, 89 из которых с 2-й Б, 3-й Б стадии, также имели осложнения в виде гидроуретеронефрозов с последующим выполнением нефростомии и свящи. И 5 больных 4-й А стадии заболевания с мочепузырно-влагалищными свящами. На данном слайде представлено количество радикальных и палеотивных операций, выполненных первичным пациентом и пациентом с рецидивами после комбинированного лечения. Всего было выполнено 107 радикальных и 43 палеотивных операции. В группе палеотивных операций были пациенты с Р1-Р2 резекцией и единичные пациенты с отдаленными метастазами. Распределение больных местно распространенным раком шейки матки по возрасту. Минимальный возраст составил 22 года, максимальный 77 и средний возраст 51 год. В нашем учреждении было выполнено 59 передних эвесцираций, 14 задних эвесцираций, они же с сохранением леваторов, и 77 тотальных, из которых 9 инфра-леваторных и 68 супра-леваторных. Методики деривации мочи в модификации Брикер, Майнс Пауч-2 и формировании уретерокутаноустом преобладала модификация Брикера, 109 пациентов. В морфологической структуре опухоли преобладал плоскоклеточный рак, умеренно дифференцированный. На данном слайде вы видите полость таза, после передней эвесцирации малого таза визуализируется кишка и латеральная стенка таза. Здесь полость таза после тотальной эвесцирации, и пациентка после передней эвесцирации с выполненной резекцией латеральной стенки таза и протезированием подвздошных сосудов. Осложнения после операционного периода были у 53 больных, что составило 35%. Наиболее частыми осложнениями были нагноение после операционной раны, восходящий пилонефрит, тонкокишечная непроходимость, острая перфорация тонкой или толстой кишки, несостоятельность мочепузырного резервуара, колонального анастомоза, атония мочевого пузыря. И в единичных случаях встретились подкожная эвентрация тонкой кишки, паракластомический абсцесс, толстокишечно-влаголичный свищ, тромбоз вен нижних конечностей, пневмония, инфаркт миокарда и тела. Послеоперационная летальность составила 4,7%. 5 пациентов умерли от перитонита и сепсиса и по одному случаю тромбоэмболии легочной артерии и кровотечения. С момента публикации статьи о выполненных эвесцирациях малого таза в 1948 году показатели 5-летней выживаемости увеличились с 20% до 56% в наши дни. На данном слайде представлен анализ собственных результатов нашего центра. Общая выживаемость прослежена в течение 10 лет. 5-летняя выживаемость составила на круг порядка 30%. Общая выживаемость после радикальных и палеотивных операций соответственно у радикально прооперированных больных выше, нежели чем у палеотивных. И общая выживаемость при разделении больных на первичных и пациентов с рецидивами после комбинированного лечения также прослежена при радикальных операциях и палеотивных. Соответственно пациенты, прооперированные радикально, прожили значимо дольше. Длительность безрецидивного течения у первичных больных и пациенток после рецидива также представлена на слайде и варьирует в пределах 30% и чуть больше 30%. Таким образом, эвесцирацию на определенном этапе можно рассматривать как единственный нереализованный резерв в лечении больных местно распространенным раком шейки матки. Совершенствование техники хирургических вмешательств с учетом достижений в области анестезиологии и интенсивной терапии позволяет по-новому взглянуть на проблему тазовых эвесцираций и достичь благоприятных как непосредственно, так и отдаленных результатов лечения больных. К сожалению, тазовые эвесцирации популярны в единичном исполнении, что не может привести к положительным послеоперационным результатам. И концентрация данных больных в специализированных центрах является фактором, определяющим осложнения и летальные исходы. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.